Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, Олег Буров у нас в студии. Я бы не употреблял слово бывшей мэр-лиги и все-таки последней мэр-лиги с учетом Роспуска Ижеской Думы. Я знаю, что сейчас в вашем кабинете хозяйничает, не хозяйничает, а периодически появляется глава временной администрации. Конечно, это вообще уникальная ситуация, когда столицей управляют три человека, но как я услышал в новостях все-таки, одну рекомендацию вашу, Олег, они хотят выполнить и действительно, видимо, они признают, что тот бюджет, который был подготовлен, вами оставлен, оказался весьма качественным и, возможно, они его примут, не дожидаясь прихода власти Новой Рижской Думы. Контактировали вы с временной администрацией? Какие у вас вообще ощущения от того, когда вы оставляли город, если так можно сказать? Добрый вечер. Да, я, насколько я знаю, сегодня прошло у них заседание Думы, где они приняли много, ну, это не Думы, заседание, временная администрация, когда они приняли сегодня много вопросов, которые до этого не были рассмотрены, но это были не все вопросы, только часть. Говоря о бюджете, на самом деле, как вы знаете, я перед своим уходом подписал распоряжение о том, что фактически, ну, фактически легализовал бюджет своим распоряжением, это дало возможность поднять зарплаты, например, воспитателям в детских садах на 100 евро, нянечкам в пансионатах, но Рижская Дума работает в рамках 1-12 части, не каждая структура, а вся Рижская Дума, и, конечно, это имеет своего рода затруднения, потому что идет какое-то выполнение работ, например, по строительству больше, и нельзя заплатить строителям, потому что уже выбились с этой 1-12 части, поэтому, естественно, принятие бюджета очень важно, ну, как я понимаю, администраторы на самом деле планируют бюджет принять. Говоря о том, что вообще об этой ситуации, да, она, конечно, такая неординарная, я надеюсь, что больше таких ситуаций не будет, с другой стороны, как я уже говорил, у вас в студии, не надо это воспринимать как трагедию, нормальный процесс, он процесс только на пару месяцев, сейчас меньше через 2 месяца пройдут выборы, после выборов сформируют новую Думу, ну, и где-то на это уйдет, где-то, я думаю, тоже недели 3, ну, соответственно, вот через 2,5 месяца уже будет Дума, которая будет работать 5 лет, так что время работы администраторов, это ограничено, конечно, они же там не сидят с утра до вечера, они параллельно работают в министерствах, поэтому сейчас, конечно, очень много, что зависит от исполнительной власти, как четко они будут работать, выполнять все намеченное. Вот вы, когда, ну, фактически завершались полномочия Трагедической Думы в связи с законом о распуске, говорили и даже такое вот заявление распространили о том, что удалось сделать определенные изменения, чтобы они стали необратимыми в Риге, может быть, несколько слов об этом, потому что, ведь если необратимые, значит, ну, новая Дума, придя, ну, вряд ли начнет все ломать то, что удалось вот на последнем этапе сделать. Надеюсь, что не начнет все ломать. Я думаю, что, ну, как всегда ты что-то не успеешь сделать, всегда, вне зависимости от того, сколько ты работаешь, или год, или, или, или 10 лет, всегда, всегда что-то не хватает, всегда можно было бы сделать больше. Я думаю, что были сделаны ряд хороших вещей, есть конкретные вполне вещи есть, то, что, я думаю, самое главное, начали менять отношения, начали менять мышление людей, и те общественные организации, которые вообще, их название являлось, ну, таким именем нарицательным, они начали приходить, они начали бывать в кабинете мэра постоянно, они начали давать свои советы, и вот, ну, мы попозже с вами поговорим о таком проекте, как пешеходная улица в центре города, но вот это инициатива таких людей, это не инициатива чиновников, это те люди, которые пришли и, сидя в кабинете мэра, сказали, давайте попробуем это, они сами были удивлены, что их инициатива была поддержана, да, поэтому поменялось это, поменялись многие вещи в хозяйствовании, в отношении людей, многие люди лишились своих постов, и сейчас в дальнейшие действия подтвердили, что это было абсолютно правильно, как, например, руководство Дома управления, ну, не знаю, я, может быть, привык работать за эти годы, как, скажем, как кризис-менеджер, да, и там нельзя было тянуть время, нужно было, на самом деле, за недоверие предыдущее руководство Дома управления было смещено, дальнейшие действия, сейчас есть заключительная, промежуточная работа аудиторской компании по поводу Дома управления нашего центрального Рига-Снаму-Парвал-Некса, мы видим, это было и сообщение агентства ЛЕТО о том, что там обнаружено очень много нарушений, нарушений в удорожании многих работ, это, конечно, ни для кого не являлось открытием, рижане сами видят, что эти работы гораздо дороже, чем можно это сделать, скажем, на другие строительные компании, да, и много явно других, явных нарушений, я думаю, что когда это будет публично опубликовано заключение, ну, это будет такой взрыв бомбы, и... То есть вы что-то предвидите? Да, я предвижу о том, что, ну, во-первых, о том, что там есть нарушения, это понятно, о том, что они будут открыты, это тоже понятно, как и понятно то, что об этом нужно говорить публично, их скрывать или замыливать абсолютно неправильно, поэтому я думаю, что одно дело, когда люди понимают, что тот стиль работы был абсолютно неправильный, что так работать грех, но когда это узнают по документам, по фактам, ну, в этом и была цель, цель аудита, да. Знаете, я недавно встречался со старшими домами в Кенгараксе, то есть это те люди, что такое старший дом? Это тот человек, который на общественных началах выполняет, выражает мнение жильцов дома, идет в домоуправление. Контактирует вот... Вот контактирует, и реально вот 70 человек встретился с людьми, с управляющим вот этим участком, разговор был где-то порядка двух часов, и в основном людям важно было, ну, так скажем, излить свою душу, выразить вот это отношение. Но это вы еще были мэром, да, тогда? Нет, это было на прошлой неделе, да, просто я пришел послушать, как это собрание было не, так скажем, не в мою честь, да, ни в случаях не было связано с выборами, да, но вот именно то, что я их послушал, я понял одно, вот это отношение абсолютно неприемлемое к людям. Вы знаете, как в советское время продавщица стоит, вас много, я одна, да, и вот все должны стоять и ждать. Вот здесь то же самое, когда люди говорят, почему мы шесть месяцев должны ждать, приходить к одному юристу, который работает на улице Чака в этом центральном офисе Дома управления и согласовывать с ним в течение шести месяцев договор на строительные работы. И в ответ они говорят, да, сейчас ситуация улучшилась, в два раза уменьшились эти сроки, сейчас надо ждать три месяца. Поймите, вот это, вот такое отношение к людям, и когда многие говорили, ну, мы видим в мире, у нас дети живут в Европе, они видят, как это все там обслуживается, когда клиентам идет эта обслуживающая организация, а здесь все наоборот, здесь нужно приходить, умолять, унижаться, упрашивать, и это все делать тем людям, которые это делают на общественных началах. Вот такое, ну, извините за грубость, такое вот скотское отношение к людям, ну, оно абсолютно неприемлемо. Это первое, второе, явно завышенные расценки на ремонтные работы, на все ремонтные работы. И в доказательство мы видим, что то, что я говорю, это никакой не секрет, то, что полиция задержала вот по этому делу по лифтам, да, я думаю, что это не последняя работа оперативных правоохранительных органов в такой области, потому что очень много таких нарушений, очень много условного удорожания всех расценок, неусловного реального удорожания, да, буквально показывали таблички, которые сейчас расклеены по этажам, там, с номером этажа, там, с, ну, по всем этим противопожарным требованиям, когда говорили, сколько это стоит, но видно, что этот продукт не может столько стоить, это абсолютно вообще на несколько порядков ниже расценки, да. Поэтому здесь, конечно, нужен очень серьезный аудит, очень серьезные выводы, эту систему надо менять. В то же самое время я ни в коем случае не хочу сказать о том, что те люди, которые работают, там, все нарушают, нет, там очень много инженерно-технического персонала, которые работают честно, правильно, они выполняют работу, они оказались инструментом в руках людей нечестных, непорядочных, поэтому, естественно, эту структуру нужно менять, да. Если мы говорим о каких-то других вещах, я очень рад, что мы приняли, например, закон вот о налоге на туристов, на тех, кто приезжает. Мы все с вами ездим за границу и приезжая за границу останавливаемся в гостинице, когда мы выписываемся, мы платим там примерно евро в сутки. Где-то это больше, меньше фактически нигде почти не бывает, да, где-то это, например, в Менеции гораздо больше, да. У нас этого не было. Не было, очень долго не могли договориться. Не могли договориться о сумме, очень долго не могли договориться о сроках. Я очень рад, что мы, наконец-то, это решение приняли. Это дополнительные деньги в бюджет. Мы будем собирать эти деньги с 1 января следующего года. Это очень важно, что когда в 2021 году произойдет чемпионат мира по хоккею, уже можно было вот этот туристический налог собирать. Очень важно вывести из тени, из тени тех, кто сдают свои квартиры в аренду, какую-то жилплощадь в аренду и не платят налоги, потому что за это тоже надо платить. Там есть ряд нюансов, да, но что я хотел сказать. Сама суть – это несколько миллионов, которые должны поступить в бюджет, и мы сразу договорились. Эти деньги пойдут не на чьи-то зарплаты, не куда-то, как раньше говорилось, фонд мира. Они пойдут на две вещи. На улучшение инфраструктуры, связанной с приемом туристов, да, и на софинансирование мероприятий, цель которых опять больше привести туристов. То есть они опять вернутся в эту отрасль, эти деньги. Это очень важно. Да. Так, чтобы завершить, хотя я понимаю, что такая тема долгоиграющая, только о ней можно говорить часами, но тем не менее, то, что мы слышим и от наших радиослушателей, не отрицая все, что вы сказали, естественно, по поводу стиля и метода работы муниципального дома управления, тем не менее, не говорит ли вот это количество жалоб, ну кроме того, что вы сказали, еще и о состоянии жилого фонда. Я понимаю, что сейчас в основном жильцы, они и собственники своих квартир, но все равно самоуправление, видимо, это один из приоритетов, которым вы будете заниматься и в дальнейшем. Естественно, если говорить в будущем, это будущее нельзя измерять какими-то там сотнями, десятками лет, это должно быть ближайшее будущее. Здесь очень важно смотреть о том, в каком состоянии жилой фонд. Давайте смотреть, если у нас есть районы, ну, Зепникалнс, который был построен уже относительно не так давно, в последние советские годы. Да, конец 70-х. Если мы, например, возьмем, если мы возьмем, например, дома, это старая литовская серия в Кенгараксе, ближе к реке Даугаво, они строились в середине 60-х годов, в 64-й год. Если мы возьмем дома, например, на улице Тырзес или Агинскалнские сосны, это те дома, которые строились еще в 60-е годы. Если в эти здания не вкладывать, не инвестировать деньги в инженерно-технические сети, не инвестировать на самом деле в конструктивные какие-то элементы, я ни в коем случае не хочу говорить, не надо, уважаемые радиослушатели, думать о том, что зачастую бывает заявление, да, срок эксплуатации этого здания оканчивается. Не говорится, ни в коем случае не надо думать, что эти здания сейчас становятся опасны или они там начнут разваливаться. Нет, не надо на самом деле сеять панику и слушать таких людей. Но в любое, конечно, это как с организмом человека. Если мы не будем держать свое тело в здоровом духе, естественно, оно придет в упадок, естественно, у нас третий отряд болезней. Поэтому тут нужно вкладывать. В эти здания нужно инвестировать деньги. И в первую очередь это на самом деле инженерно-технические сети, это все, что касается воды, канализации, это касается то, что электрики, это крыша, это фасад, это окна, это техническое состояние чердака, подвала. Вот эти моменты, да. Учитывая то, что, ну, например, сравним, что произошло в Восточном Берлине. В Восточном Берлине, который тоже был строен во времена немецкой ГДР, да. Там были похожие многоэтажки. Там были похожие многоэтажки, но там люди не получили эти квартиры в собственность. Они остались в арендных отношениях. И собственниками стали большие инвестиционные фонды, которые перевели в порядок весь жилой фонд. Он на самом деле весь утеплен, заменены все сети, все, новые окна, все приведено в порядок. И люди живут, у них арендные отношения. Сегодня они живут в одном месте, потом они поменяли место работы или изменился состав семьи, живут в другом месте. У нас произошло по-другому. У нас то, что я уже много раз говорил, мы в начале 90-х годов все захотели испытать такое сладкое слово право собственности, приватизировали квартиры. К тому же нас всех двигало к этому государству. Появились сертификаты, в России ваучеры. Все мы получили это право в собственность до конца, если честно, не понимая то, что собственность – это тоже ответственность. Государство умыло руки, давайте сами разбирайтесь с этой собственностью. К тому же то, что характерно для Латвии, это большая ошибка, что земля под жилыми домами была возвращена владельцам, или она, соответственно, эти владельцы продавали, перепродавали, и в итоге она стала частной. Поэтому мы приходим к тому, что лобби вот этих земельных баронов, как говорится, владельцев земли довольно сильное, да, и здесь нет ни ограничения по аренной платы, по кадастровой, и это довольно большая сумма, которую нам, владельцам жилых квартир, нужно платить за то, что наш дом находится на частной земле. Это, конечно, большая ошибка, но сейчас уже об этом можно говорить, но вот этого легче не будет, поэтому это просто все те факторы, которые влияют. Поэтому что мы можем сделать? Мы единственное, что можем сделать, это софинансировать, софинансировать приведение в порядок жилого фонда, да, не кредитовать, а софинансировать. Это мы можем делать самоуправление по себе, можно делать через дома управления, но, в принципе, здесь есть. Какие есть инструменты? Ну вот, например, один из них, это как софинансируется приведение в порядок исторических фасадов, где очень много, между прочим, может быть, вы думаете, что там одни юридические лица, миллионеры этих домов. Нет, очень много жильцов, многоквартирные дома, например, 40 квартир, я знаю, 38 квартир на улице Экспорта, много других разных примеров, где люди объединяются даже за каких-то жильцов, которые, например, не живут сейчас в Латвии, платят долги по налогам, чтобы можно было получить вот эти деньги, и получают это 20 тысяч софинансирования на фасад. Кроме того, приведя в фасад порядок и сделав декоративное освещение, вы имеете право получить скидку на налог на недвижимость на 5 лет. Это сумма, которая фактически компенсирует ваши вложенные средства на ремонт. Есть еще другая программа, которая была введена с 2017 года, это программа по небольшим софинансированию на работы, связанные с энергосбережением. Эту программу нужно привести в порядок. Сейчас идея в том, чтобы эти общие две программы объединить. Денег на них в этом году выделено 2 миллиона. Вот единственное, администратор сейчас пока не принял, надо выяснить почему, я это обязательно выясню, не принял вот эти обязательные правила об объединении этих программ. Я вижу, что это должен быть один менеджмент, одно администрирование, и задача Режутской думы с каждым годом увеличивать количество софинансирования. Тогда мы можем прийти к тому, что это будет, конечно, этот жилой фонд будет приводиться в порядок. Кроме того, как вы знаете, есть программы «Алтума», которые, по-моему, в районе 53 домов участвуют в этой программе с Рижского дома управления, Ригаснаму Парвалднекс. Но сейчас эта программа пока закрыта, но, наверное, со следующего года или попозже немножко она снова будет открыта, там тоже можно будет получить средства. Да. Сейчас приемте ненадолго. В качестве интриги скажу, что мы будем говорить, как мы уже сказали в самом начале, прикоснулись к этой теме, чтобы была одна пешеходная улица в центре города, уже попытки такие, эксперименты уже предпринимались. Пару минут терпения, реклама, и потом обязательно поговорим в студии. Напомню, Олег Буров, не переключайтесь. Еще раз добрый день и добрый вечер. Олег Буров, вы на студии, вы были тем, кто на должности мэра в качестве эксперимента, я так понимаю, по субботам закрывал для пешеходов. Раз в месяц. Раз в месяц, да, в субботу именно закрывал. Две улицы, так вот вы успели, одну улицу, потом другую, во второй раз уже было... Завтра будет третий. Третий раз, и при том интереса, что во второй раз была и такая уличная торговля, и какие-то концертные программы, в принципе, то, что люди ждали, потому что ведь не просто нужно там, условно говоря, поставить швакбам или поставить постового, и дальше ходите, чтобы действительно были какие-то интересные мероприятия и для детей, и для взрослых. Ну да, знаете, я вообще хочу что сказать, что очень часто звучат фразы, мы видим Ригу как земель Волстометропола, да, метрополия северных стран, мы видим её как дружественную рижанам. А вот вы спросите тех людей, которые говорят, что скрывается за словом метрополия, что включается за словом дружественная, а в принципе вы ничего не услышите, потому что вот эти фразы – это сплошные штампы. А реально в Риге, я могу сказать, мы отстаём от того, чтобы на самом деле показать, что такое Рига, как город, современный город, мобильный город, город для молодёжи 21 века. И не секрет о том, что центр города у нас пустой, да, мы не единственные из европейских столиц, у которой центр города пустой, но у нас меньше коммерческих помещений, чем у других стран. У нас меньше живёт людей. А если живут, то в основном уже вот у нас кто? Или опять-таки те, кто арендует апартаменты, или временно, или более длительно. У нас довольно много живёт в центре города иностранных студентов. И это не та категория людей, которые должны здесь жить. Здесь жить должно быть больше молодых семей. Да, конечно, мне могут сказать, извини, ты что не знаешь, сколько стоит квадратный здесь метр. Да, но меньшая площадь. Чем больше будут создавать таких проектов с небольшой площадью, тем больше семей будут приходить и здесь покупать, арендовать квартиры, потому что у центра города есть свои преимущества. В центре города ты можешь получить на самом деле много услуг сразу же. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы оживить центр города. И вот это предложение, которое уже было в начале сегодняшней передачи, которое прозвучало, а вот представители, на самом деле, таких неформальных, представителей общественных организаций. Давай сделаем пешеходными улицами, попробуем как эксперимент раз в месяц. Вот прошло в начале января, это была первая суббота января улица Тербатас, первая суббота февраля улица Блаумане, завтра первая суббота марта и будет улица Гертрудес. Могу сразу же сказать, что я, например, считаю, что в апреле, первую субботу апреля нам нужно вернуться обратно на улицу Тербатас, потому что после Блаумане, на самом деле, был сделан очень серьезный анализ. Видно сразу же, что предпринимательская деятельность гораздо сильнее активизировалась, гораздо больше людей ходят по улицам, гораздо больше в магазины заходят, покупательская способность больше. Именно в те дни, когда пешеходная улица. Но вот продализировав, сравнив Блаумане и Тербатас, видно все преимущества улицы Тербатас. Хотя бы почему? Потому что ты гуляешь по парку Берманскому, потом переходишь на Тербатас, потом дальше идешь по Тербатас, и вот когда мы приведем в порядок Витзамский рынок, а это будет обязательно сделано, это может быть конечная точка с какими-то активностями, скажем так, интересностями на этом рынке по субботам. Вот как проходит Калцемский рынок, да, за Двиной. Такое же может быть здесь и на Витзамском рынке. Я не думаю, что нам нужно будет ждать очень много лет, чтобы это произошло. Я очень надеюсь, что арендатор, инвестор появится в ближайшем будущем, в этом году, в этом полугодии, в первом точно. Поэтому, говоря о Гертродос, да, завтра с 10 до 8 вечера улица Гертродос будет открыта для пешеходов с улицы Бривибес до улицы Чака. Единственная транзитная улица, которая будет ее пересекать, транспорт, это Крышенбарена, потому что трамвай, конечно, не остановишь, там будут все ездить. Говоря о машинах, которые будут стоять во дворах тех, кто живет на Гертродос, да, они могут со скоростью там 20 км в час выехать со своей подворотни, потом приехать обратно. Я, конечно, призываю это не делать 10 раз в течение дня, но машины другие, это может быть оперативный транспорт, который может двигаться, доставка товаров, она должна будет произойти до 10 утра или, соответственно, уже тогда после 8 вечера. Ну вот мы делаем такой эксперимент, тоже в одном месте устроим дискуссию вообще, как мы видим развитие города, в который будут принимать участие и вот наши неформальные организации разные. Поэтому я бы очень хотел, чтобы на самом деле этот проект развивался. Как мы видим в дальнейшем, я вижу, например, лично я, что это может быть улица Тербатес, которая хоть каждую субботу будет закрываться как пешеходная улица, а в понедельник снова ее будут открывать до движения. Может быть, суббота-воскресенье она будет закрыта, может быть, только субботу, но все нужно делать постепенно, можно создать инфраструктуру, тогда на улице Тербатес должно быть, конечно, больше деревьев, о чем сейчас говорится, должно быть больше скамеек, чтобы там можно было посидеть. И вот таким образом можно будет как-то развивать, делать центр города более привлекательным. И не надо думать, что мы придумываем какую-то, открываем Америку, например, вот такой вариант с пешеходной улицы на выходные дни происходит в Вильнюсе уже давно. Там на самом деле в пятницу вечером улица закрывается, в понедельник открывается, а днем, например, в летнее время там стоят столики, кафе, все происходит, поэтому здесь тоже надо. И, в принципе, я не думаю, что городу нужно постоянно на этих улицах развлекать народ, тратить деньги, здесь все зависит от предпринимателей, от активности предпринимателей. Нам главное создать условия, упростить порядок получения всех этих разрешений на уличную торговлю, это надо сделать обязательно в таких случаях. И я думаю, что этот проект очень неплохой. Единственный ли он, вот развитие, вот я к вам пришел, бежал, опаздывал к вам на эфир, я встречался с ребятами, которые приехали из Америки, русские ребята, россияне, которые сейчас работают в Америке, архитекторы, и они делали концепт для Москвы, разработали стратегию улиц, разделили улицы на ряд категорий, сравнили их, классифицировали улицы в центре города, улицы на окраине, сколько этих улиц и имеют полостное движение. И, в принципе, в ходе этого появилось что? Благоустройство улиц, озеленение улиц, какие-то вот отдельные элементы, как скамейки, какие-то другие элементы, освещение улиц. Некоторые улицы были сделаны пешеходными, некоторые, которые уже были пешеходными, были продлены. Например, вот я тоже в апреле был в Москве, я видел, что буквально вот за эти несколько лет, я несколько лет до этого не был, года 4. И я увидел, как на самом деле центр Москвы, он очень сильно изменился, он стал более, вот как мы говорим, дружественный для пешеходов. У нас, ну, может быть, в отличие от Москвы, что нужно добавить, нам нужно сделать больше, конечно, велодорожек, потому что на сегодняшний момент эта дискуссия происходит, и многие, например, оппоненты говорят, ну что, велодорожки сделаны, и по ним никто не ездит. Ну, поймите, если мы, если бы в городе было 5-6 улиц, по ним бы тоже машина не ездили, потому что наша задача на велосипеде попасть, ну, например, из пункта А в пункт Б, да. Это сегодня невозможно. Например, по улице Бривибас для велодорожек. Мы сейчас видим, и, может быть, признаем, что эта дискуссия не была достаточно публичной о том, что сделать улицу Бривибас доступной для велосипедистов. Насколько говорили, там нужно было увеличить эту, на 10 сантиметров нужно было уменьшить проезжую часть. От этого бы ничего не изменилось, но было бы возможно сделать отдельно велодорожку. Я бы очень хотел, на самом деле, чтобы здесь вот без эмоций, одни говорят, мы хотим, другие не хотим, но никто профессионально на это не смотрит, чтобы еще раз оценить возможность создания велодорожки, и, например, когда дойдет, обязательно дойдет в ближайшие пять лет черед для ремонта воздушного моста, или, как в народе говорят, вэфовского моста, то его тоже сделать доступный для, как пешеходов, чтобы они там могли спокойно переходить этот мост и пешком, так же и для велосипедистов. Например, Брасовский мост, он будет иметь такую возможность, и тогда вы можете на самом деле двигаться на велосипеде. Мы сейчас, говоря о велосипедах, никто сейчас не говорит о том, чтобы из Риги сделать, как Амстердам, где все повально катаются на велосипедах, то чем больше будет двигаться на велосипедах, на электроскутерах, они не будут садиться на машины, этим мы тоже будем разгружать центр города. Например, мне Вестур Силенекс говорил, что вот во многих садиках нужно сделать стоянку для велосипедов, для самокатов, для детей, да, и сделать под крышей, потому что часто родители могут приехать на велосипеде с ребенком, потом уже его там, папа, например, его привез на велосипеде пришел, да, или мама, да, потом уже другой родитель его там забирает на машине или тоже на велосипеде, да, поэтому вот нужно обеспечить, чтобы были такие вещи. Это вещи отнюдь не затратные, да, но нам нужно сделать вот город для этого более дружественным. Да, вот ловлю вас нас, я хочу все-таки спросить то, что я думаю вас спрашивают рижане по поводу мостов, понятно, что это больная тема, об этом говорили неоднократно, и тоже выражая недоумение, почему раньше вот за это не взялись, ну вот если мы говорим Брасовский, Дегровский, вы сейчас назвали Вевский мост, я понимаю, что тяжело прогнозировать, это зависит и от закупок, и от проектов, и от многих факторов, не успеем все это обсудить, тем не менее, вот на ваш прогноз, вот эти по крайней мере три моста, когда мы сможем привезти вот в достойный вид? Знаете, я вам скажу, сейчас многие, конечно, говорят, и перед выборами многие будут говорить и обещать, и говорить, мы сделаем это, это, и будут, оно небесное, но есть одна объективная вещь, да, на вопрос, где можно достать деньги, их не нужно нигде доставать лишнее, нужно осваивать те деньги, которые есть, потому что каждый год в департаменте сообщения все последние три года, предыдущие, это 16, 17, 18, Деньги были? Не осваивалось 19 миллионов, подумайте, 19 миллионов не осваивалось, что такое 19 миллионов? Ну, 19 миллионов, это практически два моста. А что значит не осваивалось? Они куда девались? Может, многие думают, что они осваивались, но не туда? Нет, это просто они, ну вот, вот видите, это парадокс, с одной стороны, есть спрос улицы в ямах, нет ремонтированный мост, и на это выделяются деньги, а эти деньги они могут освоить. Почему не могут освоить? Потому что нет четкого задания на проектирование, потому что нет четкого задания строителям, что делать, потому что строители по какому-то плохо подготовленному проекту начинают ремонтировать, например, как Брасовский мост, посчитали, прослезились, ой, оказывается, основы этого моста нужно менять, а там вместо бетона песок, а там железо прожавело, ой, а никто этого не знал, ой, заказчик не сказал, и вот так много раз говорят, ой, все удивляются, но для меня это, например, выглядит смешным, да, но я просто никогда в своей жизни до этого не сталкивался с ремонтами мостов, я занимался ремонтом зданий, и таких у нас уже вещей не было давно, и вообще никогда не было, да, таких удивлений, поэтому ставится пауза, как по Брасовскому мосту, начинается принимать новые решения, непонятно, что будет с деньгами, и все вот это вот так получается. То есть, тот же самый Дегловский мост, не был произведен анализ, был запланирован только ремонт, ну, асфальта, замена асфальта, укрепление моста, о том, что на самом деле эти колонны, на которых стоит мост, не были проверены, потому что там были они зашиты регипсом, но это вообще выглядит как абсолютный какой-то бренд, да, не могли проверить, снять этот регипс, там были, ну, такие помещения, склады, и не могли туда зайти и проверить. И вот сейчас это все стоило очень много денег, остановок, остановки, было остановлено движение по мосту, укреплялся мост, и только после этого все работы были продолжены. Это опять дополнительные деньги. То есть, здесь проблемы с планированием, когда все запланировано и правильно сделано, да, на прошлый год были выделены деньги на ремонт Чака Марияс. Почему она не была сделана? Потому что не было проекта. Только сейчас заканчивается проект, но уже в этом году эта улица должна быть полностью отремонтирована, да, и во второй половине года осенью закончен ремонт этой улицы, да. Поэтому очень много вот таких историй, где неправильное планирование, поэтому деньги не освоены. В первую очередь надо освоить те деньги, которые выделены, а потом нужно думать о новых деньгах. Поэтому здесь на самом деле Брасовский мост, Дегловский мост, ну, их нужно будет в 21-м году, и реально их можно в 21-м, 22-м году, в середине года закончить. Потом дальше это проектирование. Сейчас происходят моста Заметана, тогда это следующий будет мост, и надо начинать где-то через год проектировать тот же воздушный мост. И где-то, насколько я знаю, в апреле должно быть заключение о техническом состоянии Вантового моста. Ну, тогда будет видно, какого объема ремонтные работы, восстановительные работы надо будет провести по Вантовому мосту однозначно. Но те, кто проезжает Вантовый мост, видят, что там вот перила моста, где пешеходная часть, они огорожены таким строительным забором. Ну, вот там находится, там в асфальте дырки находятся в плохом состоянии. Это та вещь, которую объективно нужно привести в порядок. Что с остальным мостом, в каком он состоянии, это будет видно через где-то месяц, тогда можно будет уже делать какие-то заключения о объеме работ по Вантовому мосту. Да, вот не могу не задать такой вопрос, который задают и наши радиослушатели, и рижане, ведь это уникальная ситуация и по распуску Ижской думы, и, главное, по тому короткому периоду, который вот между распуском и вот выборами, ну, фактически всего ничего. Ну, Блиц. Да, Блиц такой, менее двух месяцев. В этой ситуации мы знаем, что очень много игроков образовалась очередь за Ригу, желающих, даже те партии, которые вообще представляют интересы при всем уважении к крестьянству и фермерству, решили заняться преобразованием Риги. И в связи с этим рижане подозревают, прогнозируют, что когда начнется предлубленная кампания, она такая активная, то будет две плохих новости. Новость первая. Партии будут соревноваться, многие, вот в этом популизме и будут обещать, я не знаю, всем бесплатный проезд и еще с доплатой за то, что вы вошли в этот троллейбус. И другие опасаются, что поскольку сейчас такая тоже уникальная ситуация, которой последние 10 лет не было, когда партнеры многолетние, я имею в виду честь служить Риге, которого вы представляете, и согласия пойдут отдельно, и люди опасаются, что им, наверное, не нравятся, и, наверное, они правы, что просто начнется полив друг друга. Знаете, вот как в семье, когда вот муж с женой разошлись, плохо разошлись, и они начинают вспоминать все, что было, и вот говорят, а вот вы такие, а вот вы такие. И вот есть такая опасность, как вы к этому относитесь? И вот что вы поедете? Ну, во-первых, поскольку мы с вами уступили предвыборное время, я, естественно, не буду агитировать. А, нет, мы про агитацию. Ну, это понятно, я не буду ни в коем случае агитировать и не думайте, что я как-то буду скрытым образом это делать, я говорю сейчас радиослушателя, вы абсолютно обе как опытные журналисты, вы абсолютно правы. Я больше всего, вот до 25 апреля боюсь, что пойдет волна популизма. И мне кажется, народ устал от популизма, народ устал от политики, от политиканства, именно от политиканства. Что я хочу сказать, по-моему, мы должны, хозяйственные выборы, выборы в самоуправлении, это хозяйственные выборы. Вы же выбираете людей, никто красивее, никто, ну, например, я видел один опрос, СКДС, это был опрос, и там был написан рейтинг политика, как он внешне выглядит. Ну, помните, как там, главное, чтобы костюмчик сидел. Какая у него прическа? Да, вот я не могу хвастаться прической, тут у меня проблема, да. Может, очки должны быть дорогие, красивые, да. Наоборот, перед выборами должно быть все очень просто. А, извините. Картье надо спрятать. Понятно. Вот. Да. Нет, если говорить серьезно, да, есть такие вещи. Я думаю, что главный критерий – это профессионализм, это компетентность. И поэтому я просто очень не хотел бы, да, чтобы на самом деле вас, дорогие рижане, вам рассказывали какие-то сказки, что здесь будет город-сад. Завтра буквально. Да, завтра будет и буквально, да. А такие уже обещания сейчас пошли. Есть какие-то вещи, когда, ну, не хочу опять говорить никого-то, ругать или рекламировать, да, но очень важно, что мне очень бы не хотелось, то, что, увы, чем грешит наше общество и грешит очень много лет, то, что мы бы на выборах, на местных, на хозяйственных выборов начали делить на русских и латышей. Вот ни в коем случае этого делать не надо, потому что мы с вами все, вне зависимости от национальности, попадаем в одни и те же ямы, мы с вами не ездим по одним и тем же мостам, мы выстраиваемся в одних и тех же пробках и одновременно мы платим все одни и те же налоги. И все одновременно что-то недополучаем, а Рига с нам упар волнека и выражаем по одним и тем же вопросам недовольство или, наоборот, удовлетворение. Поэтому вот в данном случае… То есть, как говорится, пятая графа не имеет никакого значения, если так говорить, да. Да, может быть, мне скажут, ну, ты наивный человек, это всегда был, но, по крайней мере, я никогда не буду тем, кто будет это поощрять. Это не надо делать ни с той, ни с другой стороны, да. Поэтому, например, когда приходят какие-то там, ну, время от времени появляются там, да, сейчас снесут памятник освободителям. Не снесут. Как не снесут? А если очень хочется? Не снесут. Потому что и фразы «если очень хочется, то можно» не снесут. И нельзя, и не правы те люди, которые пугают этим, и не правы те люди, которые говорят, вот кто-то может снести, а мы отстаем. Не снесут. Никогда этого не будет. Никогда этого не будет. Потому что этого, ну, вот не будет по определению, можете мне поверить, да. Хотя бы потому, что у нас заключен договор между Латвией и Россией. И этот памятник в договоре. И мы его будем охранять, само государство его будет охранять от этого сноса. Это просто предвыборная риторика. Поэтому я очень на многие вопросы советую не поддаваться на провокации. Есть и вещи, которые были, есть и будут. Вот это данность, да. Поэтому, ну, естественно, нам это стихийное бедствие надо как-то пережить, потом стабилизируется, и всё будет нормально. Если говоря о том, что вы сказали о разводе в семьях и между партиями, я бы не воспринимал трагедию. Во-первых, я никогда не считаю, что нужно говорить, если ты не поддерживаешь согласие, значит, ты предатель русского народа. Вот точно такие вещи не надо говорить, и это очень большая ошибка. Да, мы 10 лет были вместе. Мы отдельная партия. Господин Америк создал эту партию как хозяйственную партию с идеей, что здесь главная идеология – это работа на благо рижан. И когда в 17-м году ему председатель партии «Согласия» Нил Ушаков предложил слиться с партии «Согласия», это предложение не было принято, даже не рассматривалось одно, однозначно было отвергнуто. У нас своя партия. Первый раз мы решили идти сами. Мы не объединились с какой-то другой партией, да. Мы никого не предавали, мы никого не обманывали, мы нормально, прагматично сказали. Мы считаем, мы знаем, что сделать, мы готовы идти сами. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого, нехорошего. Дальше пусть рижане оценивают. Олег Булов у нас был в студии, и так вот время подошло к концу большое спасибо. Спасибо вам. Радио Болткома Касинукай Про Центр празднует свой юбилей в Риге на улице Москова с 418А. Только в марте. Для мастеров, домовладельцев и юридических лиц скидка с 40% на все краски Пентаколор. А ламинированная фанера по цене 8 евро 98 центов за квадратный метр. Касинукай Про Центр. Москова с 418А. Встречаем весну в Акрополе. 7 и 8 марта. Праздник красоты. Экспо Бьюти Митап. Только два дня. Подарки, скидки, новинки косметики, тренды эстетической медицины, спа-ритуалы, бесплатные консультации и увлекательная программа. Экспо Бьюти Митап. 7 и 8 марта. В столице шопинга и развлечений Акрополе. Москова с 257. Вход бесплатный. Подробности на фейсбук.